В эфире телеканала Юрган Крик, криминал комментарий в студии Таисия Жакова. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Похлопотал за подзащитного. Адвокат из Ямала-Ненецкого округа передал взятку за клиента и теперь сам сядет в колонию. Играв хорошего, житель Эжего три года втирался в доверие одиноким женщинам, а затем насиловал их малолетних детей. Хвостатый соучастник, сектывкарец со своей собакой, проник в чужое жилище и обчистил холодильник. В воскресенье в Коме произошли сразу две крупные аварии, в которых серьезно пострадали люди. Сначала в Ухтинском районе Деоматис столкнулся с поездом. Около двух часов ночи на третьем километре железнодорожного переезда в районе ПГТ Ярига Ухтинского района водитель 79-го года рождения, управляя автомашиной Деоматис, выехал на запрещающий красный сигнал железнодорожного переезда, в результате чего совершил станковение со скорым поездом Лабытнанги и Москва. В результате сам водитель пострадал. Прибывшим сотрудникам было установлено, что водитель, водитель с подустроения лишен. Пострадавших среди пассажиров и машинистов локомотива не было. Вот водителя малолитражки с травмами головы, ушибом головного мозга, переломами ребер и грудного отдела позвоночника госпитализировали. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Вынужденная остановка поезда составила 31 минуту. После на трассе Вятка в Коме столкнулись сразу три машины. От сильного удара с Жигулями Ниссан отбросила на припаркованный ВАЗ. В итоге семерка и иномарка опрокинулись в кювет. Виновник ДТП получил травму головы и гематомы. Хозяйка Ноут и ее 11-летняя дочь отделались ушибами. Автоинспекторы уверены, от более тяжких последствий их спасли пристегнутые ремни и вовремя сработавшие подушки безопасности. В Эжвенском районе столицы закончено следствие по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины. Он обвиняется в изнасилованиях и развратных действиях в отношении малолетних. Как выяснилось, Эжвенец орудовал в течение трех лет. Сначала втирался в доверие к родительницам, затем к детям. Подробности у Натальи Литкевич. 29 июня в Эжвенскую полицию пришла женщина и рассказала, ее 9-летний сын пожаловался на сексуальные действия со стороны их нового знакомого Ильи. В то, что такое возможно, Эжвенке верилось с трудом. Вежливый и обходительный молодой человек, но никак не походил на педофила. Был отзывчивым, помогал по хозяйству и всегда соглашался присмотреть за детьми, когда их незамужняя мама уходила на работу. В ходе оперативно-расследовательных мероприятий данный гражданин был установлен по горячим следам, был задержан, доставлен в отдел полиции номер 2. В ходе работы с данным гражданином от него были получены признательные показания. Также изначально мама, обратившись в отдел полиции, пояснила, что в отношении ребенка были просто сексуальные домогания. В последующем мы уже установили, что и было, соответственно, половое сношение. Рассказал задержанный и о других детях, которых он приводил к себе домой. Информация подтвердилась. Оказалось, родительницы были знакомыми его матери или соседками по общежитию. Узнакомился сначала с родителями потерпевших, с мамами. Налажил, так скажем, с ним контакт с мамами. То есть доверие каким-то образом к ним уникал. Входил к ним в гости к мамам. В последующем предлагал им помощь в воспитании их детей. Предлагал, говорил о том, что у него есть дома компьютер. Что, в принципе, дети могут прийти к нему, поиграть в данный компьютер, да, в игры какие-то. Мамы даже отпускали своих детей, которым не было еще и 11 лет, к нему до утра, пока сами работали в ночную смену. Илья старался подружиться с малышами, а когда видел, что ребенок ему доверяет, совершал действия сексуального характера. После убеждал, что это нормально, и просил никому не говорить. На допросах Эжвиниц оправдывался, мол, в детстве сам стал жертвой сексуальных домогательств со стороны мужчины. К тому же не думал, что такие отношения с малолетними противозаконны. При обыске в комнате подозреваемого полицейские нашли, помимо компьютера, книги по воспитанию детей и множество литературы религиозного содержания. Видное место на стене занимал диплом о том, что в этом году мужчина окончил курс обучения в библейской школе «Источник жизни». Возможно, знания, полученные от его духовных учителей, помогут ему в новом амплуа – сидельца. За надругательство над малышами ему грозит до 20 лет колонии. Условное лишение свободы на реальной изменил Верховный суд Коми адвокату из Ямала-Ненецкого автономного округа Владимиру Гасюку. Осенью прошлого года юриста задержали с поличным после передачи взятки высокопоставленному сотруднику УФСИН по Коми. Защитник пытался за 10 тысяч долларов облегчить условия содержания за колючей проволокой своего клиента, которому суд назначил в 19 лет колонии особого режима. Репортаж Эдуарда Бушуева. Есть осужденные, содержатся на Ямале. Но страдают уже третий год. Во-первых, операцию не делали, он соштырил, он сейчас его навезли, у него что-то торчит. Владимир Гасюк пришел хлопотать за своего клиента к одному из руководителей УФСИН. Осужденного в 2010 году за целую серию преступлений в Москве, в том числе похищение предпринимателя и требование выкупа в полмиллиона долларов, отправили отбывать наказание в колонию особого режима в поселок Харп под Салихардом. Осужденный является уроженцем Грузии. И осужден он за совершение преступлений, связанных с похищением людей, с совершением хищения имущества людей, в том числе умогательством, грабежами, разбойами. Засужденные относятся к категории лиц отрицательной направленности. На территории республики Коми проходил лечение в исправительном учреждении ФКПУП-18 города Ухта. Колония особого режима «Полярная сова» в поселке Харп считается у осужденных одной из самых суровых по условиям содержания. Чтобы выбраться оттуда, осужденный мужчина даже проглотил гвозди. Ближайшая тюремная больница оказалась в Коми. Адвокат воспользовался моментом и начал действовать. Обратился с предложением за вознаграждение положительно решить вопрос об оставлении на более длительный срок данного осужденного в лечебном учреждении без медицинских показаний. А в последующем также положительно решить вопрос содействовать о переводе осужденного в другой регион для дальнейшего отбывания наказания. Примечательно, что сумму в 10 тысяч долларов Владимир Гасюк написал на листе бумаги необычной ручкой с надписью отдела собственной безопасности УФСИН. В то время особисты совместно с коллегами из ФСБ по Коми записывали эту встречу на скрытую видеокамеру. Опасаясь разоблачения дальнейшей переговоры, юрист стал вести на улице. Но и они тоже были записаны. В первую часть аванса в 50 тысяч рублей Гасюк передал в подъезде жилого дома. Столько же вскоре обещал перевести сотруднику УФСИН на подставную карту. Остальное, примерно полмиллиона, намеревался дать после положительного решения вопроса. Но до этого не дошло. Адвоката задержали в Сыктывкарском аэропорту незадолго до вылета. Передачу взятки задержанный полностью отрицал. Тем не менее, Сыктывкарский суд признал вину Владимира Гасюка и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно. Кроме этого, ему назначили штраф в 36 миллионов рублей и запретили два года заниматься адвокатской деятельностью. Государственный обвинитель обжаловал этот вердикт и добился, чтобы осужденный юрист отбывал наказание в колонии общего режима. Взрослая замужняя женщина пригласила в гости подростка, который ей в сыновья годился, а затем стала жертвой жестокой расправы. Вступил в силу приговор Печорского суда в отношении 16-летнего студента промышленно-экономического техникума. Молодого человека признали виновным в умышленном причинении смерти, краже и угрозе убийством. Крайне странное преступление в репортаже Евгения Иршова. Знакомство убийцы и жертвы было случайным. Вечером 15 марта женщина с 12-летней дочерью возвращалась домой. Подошла к компании молодежи, которая распивала пиво в подъезде, познакомилась, а затем зачем-то пригласила 16-летнего юношу к себе в квартиру. Мы пришли, разделись, пошли на кухню. Она достала, ну, все, торты не допили. Все, сели, сидим, разговариваем. Я уже, ну, присаживаюсь на диван, она и пока на столе сидит. Начинает, ну, рассказывать, что и как. Ну, у нее плохо там, обидели, не обидели. Она потом подсела ко мне, ну, вот на коленке ко мне садится. Давай, поцелуешь меня? Я говорю, давай, поцелую. Ладно, поцеловались. Дочь хозяйки ушла к себе в комнату, поэтому что происходило на кухне, девочка пояснить не может. Молодой человек утверждал, во время беседы подвыпившая женщина якобы стала оскорблять его мать. Он не стерпел, схватил нож, который лежал на столе, и стал наносить ей удары в живот, шею и ноги. Затем стащил с убитой джинсы. Дескать, хотел посмотреть на бедрах колотой раны. И, что более странно, снял погибшую на камеру телефона. Вот эту запись, видео, аудиозапись... Отправлял. Куда отправили? На Али. Кем она по вам приходится? Бывшая девушка, ну сейчас подруга просто. А с какой телевизор вы отправили? Не знаю, я ей сразу написал, я человек убил. Не верю, не верю, я отправил. Для переписки с подругой в соцсети юноша даже взял сотовый телефон у дочери погибшей. Затем он заставил шокированную девочку отмывать нож и затирать на полу следы крови. При этом обвиняемый также в совершении убийства. Высказал угрозу убийством в адрес малолетней дочери потерпевшей. А также похитил из квартиры чужое имущество, причинив значительный ущерб потерпевшему. Юноша похитил из квартиры ноутбук, фото и видеокамеру, золотые украшения и другие вещи на сумму более 80 тысяч рублей. Полицейские задержали его утром, вину он отрицать не стал. Есть у вас дополнение к сказанному, что еще хотели, может, добавить? Просто хочу извиниться за меня, простите меня. Так, то что наказание так наказание. Сидеть так сидеть. За три преступления Печорский суд назначил юноше 7 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Этот приговор он обжаловать не стал. Необычную кражу раскрыли следователи Сыктывкара. В июле мужчина залез в окно чужой квартиры и похитил из холодильника все продукты. Примечательно, что на дело злоумышленник взял своего четвероногого друга. Именно приметный сообщник впоследствии и помог полицейским выйти на след воришки и даже задержать его с поличным. Антон Булаев изучил материалы уголовного дела. 8 июля в полицию позвонила напуганная женщина. Она сообщила, несколько минут назад в ее квартиру на первом этаже через окно кухни проникли неизвестные и похитили из холодильника все продукты. В момент хищения в одной из комнат жилища находился ее несовершеннолетний сын, который и сообщил ей о взломе. Однако самих воришек подросток не видел, поскольку увлекся видеоигрой и был в наушниках. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Пролить свет на преступление стражам порядка помогли соседи. Они уверяли, вместе с воришкой была собака. Со слов соседей, который дал более-менее сносное описание человека, который проник в данную квартиру, по данным описаниям один из суперполномоченных случайно встретил такого похожего человека по описанию на улице, после чего стал несколько дней отслеживать его направление, пытаясь выяснить, где он живет. Когда в конечном итоге был установлен точный адрес данного человека, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, данный человек был задержан у себя же на квартире, где на тот момент он как раз варил, скажем так, суп из похищенных продуктов. Подозреваемого ранее судимого безработного жителя Сыктывкара доставили в дежурную часть. Второго четвероногого фигуранта полицейские задерживать не стали. Оставили охранять жилище беспечного хозяина. Отпираться мужчина не стал. При том, что часть похищенного, которое было изъято из его квартиры, сразу опознала потерпевшая. Мужчина 80-го года рождения, вместе с увязавшейся за ним собакой возле деревянного двухэтажного жилого дома, расположенного по Октябрьскому проспекту, увидел, что окно одной из квартир на первом этаже открыто. Не задумываясь, он полез в окно, а следом за ним туда прошмыгнула и собака. Оба оказались на кухне. Незваные гости, обследовав холодильник, нашли приготовленную еду и отобедали. В коридоре он нашел машинку для стрижки волос, прихватил с собой технику. Он вместе с животным покинул квартиру, выйдя через входную дверь. Часть похищенного имущества полицейские вернули законному владельцу, а подозреваемого привлекли к уголовной ответственности. Сейчас расследование этого дела уже завершено и направлено в суд. Если вина мужчины подтвердится, кроме возмещения всех убытков потерпевшей, злоумышленнику грозит уголовное наказание. За совершенную кражу с проникновением в чужое жилище, законом предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Программа «Крик. Криминал и комментарии» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте юрган.рф. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в четверг. До встречи на телеканале Юрган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова